Пиво пить вечером будем? Ага. Вон, смотри. Опа. Чувачок. Слышь, ну че, работаем? Да легко. Давай, доставай. Вон, смотри. Слышь, ну че, работаем? Слышь, ну че, работаем? Привет. Привет. Добрый день. Привет. Привет. Привет, привет. Ой, слушай, а это не ты мне пишешь? Привет. Пишу что? Письма. На электронную почту. Каждый день какой-то маньяк обещает подарить мне ночь полной любви и страсти. Это не ты? Мне кажется, ты слишком переоцениваешь свою собственную неотразимость. Хорошо. Буду знать, что ночь любви и страсти – это не к тебе. Это к ребятам, к спецам. – Здрасьте. – Здрасьте. – В смысле? – Ну, в прямом. К ребятам, к специалистам. Тебе напомню, где мы работаем? Надо обратиться к нашим ребятам, к специалистам. Они тут же найдут твоего маньяка и… А еще лучше… Здрасьте. Иди к психологу. Он в том кабинете принимает. Ну что, успокоилась после прочтения сводок? Или нужно позвать дипломированного психолога? Ты опять про Фрейда? Как только захочу сойти с ума, сразу к нему запишусь. Не раньше. У вас какое устойчивое предубеждение. Ты знаешь, иногда мне кажется, что он сам совершил преступление. Конечно, дедка, я совершил преступление. И ни одно. Ну, у меня такой опыт. Другое дело, что я выкрутился. Так что исключается наказание. А как же, чистосердечное? Не-не-не. Сами-сами-сами. Есть еще вариант. Выйти на перекресток четырех дорог, поклониться в четыре стороны, поцеловать землю и покаяться. Иди, могу за Федора Михайловича Достоевского прячешься. Да, детка моя, терпеть не могу общаться с самоучками и эрудитами. Кстати, о Федор Михайловиче, там никто и не собирался каяться, пока не появилась нежная девушка Соня, и обняла преступника, и сказала, покайся, выйди к людям. А что ты сделаешь, если к тебе такая девушка вдруг придет? Ну, пусть сначала придет. Кстати, на имени Соня я не настаиваю. Что? Кто готов обнять меня нежно? Ну что, сам опадешь на грудь, али как? Я боюсь, ты здесь одними объятиями не обойдемся. Я у Галченского. Да. Ну что, грешник, Фрейд со мной. Да. Я боюсь, что признание не актуально, пупсик. Ну, я же говорила бы. Ну, неужели ты все-таки сумел погрузиться в темные бездны интернета? Вот этот гражданин, валяющийся в крови, издевался над случайными прохожими. И мало того, он выкладывал эти ролики в интернет. А кто-то под именем неравнодушный увидел и написал комментарий. Преступление. Ну, с этим сложно поспорить. Через два дня некто под именем Мститель выложил вот этот ответ. Все с тем же гражданином, только роль у него уже была другая. Ай да и угадай название. Да, чего тут угадывать. Ролик назывался «Наказание». Хотя по уголовному кодексу это как раз и есть преступление. Теперь эти два ролика показывают по всем каналам. Знаете, что говорят? Говорят, что кто-то должен навести порядок, если правоохранительные органы потакают хулиганом. Мнение начальства вам нужно излагать по этому поводу? Нет, мы знаем. Вот цензурную часть, да. Последнее, что нам сейчас нужно, это эпидемия Рубин Гудов, воюющих за справедливость. Что скажете? Скажем, что у них очень хороший вкус. Достоевский все-таки. Тебе пора уже поменьше Достоевского читать, а почитать Уголовный кодекс. Очень полезная книга. И в ней написано, что в нашей стране наказывать имеет право только суд. Разберись с этим делом побыстрей. Понимаешь? Понимаю. А я был здесь. Уголовный кодекс. Фрейд. Еще одно не менее важное дело. Наведи порядок в своем отделе. За тысячелетия люди научились читать и писать. Судя по комментариям внизу, они это сделали зря. Ты тоже много чего делаешь зря. Личность потерпевшего установили? Да. Сестрица Анатолий Владимирович, 81-го года рождения, живет по адресу улица Печатников, 32, квартира 17. Работает менчердайзером в ООО «Плоэкт». На странице его около 30 видеороликов с избиением прохожих пассажиров общественного транспорта. Личной машины у этого мандандайзера нет. Возвращаются домой вечером около двадцати пятнадцати. Прямо целое досье. И досье было собрано неравнодушным комментатором почти за сутки. Судя по времени между комментариями и первым роликом. А на следующий день те, кто его убил, уже вынесли обвинительный приговор. Мало того, привели его в исполнение. Предлагаю уволиться всем отделам. Эта парочка, комментатор-мститель, работают явно эффективнее. Люд, помоги. Люд, давай обзвони все больницы, посмотри сводки происшествий, ну и конечно, найди этого сестрицына. Да, да, да. Витя, ты давай свяжись с этим сайтом, выясни, кто и откуда выкладывал ролики, кто писал комментарии. Ничего не получится. Сайт американский, они не предоставят нам никакой информации. Мы сделаем официальный запрос через МИД. Анна, ну, Людмила абсолютно права. Это же американцы, они дотошные. Они будут спрашивать, куда, зачем, почему им требуется обоснование, кто, откуда. Я сказала составить запрос. Так они мурыжить нас будут месяц, а потом еще обвинят нас в нарушении прав человека. Даже если ничего не даст, попробуй. Что-то новенькое у нас. Работаем! Готовый слоган нашего отдела. Это ничего не даст, но попробуй. Готовый слоган. Да, я помню, что ты любишь шотландские виски. Диктуй адрес. Да, я помню, что виски не должен быть младше тебя. Все, пока, Стив. Виктор Иванович, сестрица – номер от многочисленных травм, несовместимых жизнью. Был забит ногами до смерти. В общем, больно и беспощадно. Это есть. Теперь внимание. Нападение произошло вот здесь. Ага. Это, судя по записи, в 17.42. Вот. Выложено в сеть оно через 24 минуты. И вот за эти 24 минуты преступник мог оказаться приблизительно вот здесь. Если поехал на метро. А, ну, это тогда надо все камеры видеонаблюдения проверить. А если он поехал на троллейбусе? А если поехал на… Тогда он мог оказаться вот здесь. Каким образом? Вот здесь взял такси, здесь всегда пробка. Так, ну, а видео? А видео он мог выложить с телефона. Мог выложить с телефона. Короче, не тупите. Вот адрес, откуда было выложено видео. Адреси. Я где-то достал адрес. Как всегда, незаконно. Нет ничего незаконного в том, что я обратился за помощью к своему старому приятелю. Кто виноват, что он оказался хакер? Я с ним несколько лет назад на Ибице познакомился. Скоро не выражаться. Да ну тебя! Красивый парень, кстати. Два высших образования. У кого? У меня. Ну, Слава еще утром ушел, и я его больше не видела. Он даже не позавтракал. Слава это кто? Мой бывший ученик. Он сейчас живет у меня. Комнату снимает? Да нет, просто живет. Он детдомовец. У него кроме меня никого нет. А где его комната? Здесь. Раньше там жила моя дочь, а теперь Слава. Лучше же, чем жить одной. Видео здесь. Значит, выкладывали его тоже отсюда. Какое видео? Ваш жилец подозревается в совершении преступления, статья 105 КРФ. Убийство. Что? Да. Ну, похоже, он не собирался туда возвращаться. Слава не мог никого убить. Это ошибка. Он даже не пьет. Я от него слова грубого не слышала. А фотографии этого Слава у вас есть? Ну да, есть. Я делала недавно регистрацию. У меня осталась одна. Укажите, пожалуйста. Данилин Вячеслав Николаевич. 86-го года рождения. Объявляйте в розыск. Девочки, секундочку. В сети появилось новое видео. Откуда знаешь? Ну, в силу своей гениальности, интуиции. Плюс еще в интернете есть такая кнопочка – подписаться на новые обновления. Вот. Встань. Дай-ка. Вот он. Отражение. Засветился. Это Данилин? Алло, Олег. Посмотри происшествие последних двух часов. Потерпевший – мужчина средних лет, волосы черные, коротко стрижены и сильно избиты. Жду. Посмотрите. Извините. Да, алло. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где? Скорую отправили. Едем. Поехали на место преступления. Ну, а с вами мы еще увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Николаевич, заканчивай. Ну, пока ничего нового, личность не установили. Надо было узнать, откуда был выложен ролик. Попробуем. Не хотите сходить в кафе? Вообще-то мы работаем. В то кафе, откуда выложили это видео. Двадцать минут назад. У тебя есть адрес? Да, есть. Алло, дежурный? Нам нужна группа захвата. Прямо сейчас. Да. По адресу. Сейчас его брать нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему? Потому что это несчастная жертва. Нет, конечно, он убийца. Но его используют. Кто и для чего? Неравнодушный комментатор этих видео. Он значительно умнее, а следовательно, значительно опаснее. Из твоих уст. Звучит, как комплимент. А это так и есть. Он умудряется оставлять комментарии так, что даже мой информатор не в состоянии выяснить, откуда они пришли из сети. А мой информатор лучший. Значит, не лучший? Фубер считает, что лучший. Данилин в кафе. Один за столиком сидит, но вокруг очень много людей. Ну, что же. Ждем спецназ и вызываем снайперов. Снайперов? А, если вы сейчас его возьмете, то вы никогда не найдете комментатора. Он ляжет на дно. А если вы его убьете, тем более. То есть, ты хочешь сказать, надо отпустить этого отморозка? Может, нам подойти к нему, обнять его нежно? Как ты говорил? Выйди на перекресток и поклонись людям. Я так и раз его говорил. Ну, и как же ты устояла? Все готовы. Снайперов на позиции. Ждем вашей команды. Прием. Понял. Спецназ на месте. Ждет приказа. Отлично. Любите экстремальные развлечения? Я тоже люблю. Сейчас у нас будет уникальная возможность понаблюдать, как это делает спецназ. Его полно там снайперы, фигайперы. Как вы думаете, кого они будут брать? Я вот подозреваю того подозрительного типчика за столом. Работаем. Ты жив? Да. Хотя нет случайно чистого бумажного носового платка. Да, да, конечно, понимаю, в данных условиях можно пренебрить личной гигиеной. Но он правда оказался каким-то этим отморозком. Я у него только соли попросил. Ушел. Через служебный выход. Идите. Извините. Можешь, от тебя уйти? Только я сейчас не про кафе. Сегодня в эфире 24 часа отборной музыки и все для вашего хорошего утра. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Надеюсь, не все еще устали томиться в пробках после тяжелого трудового дня. Это не страшно. Так, Данилин Вячеслав Николаевич, уроженец Рязани, бронзовая медаль на соревнованиях по рукопашному бою среди юниоров. Дедомовский он. Ушел из спорта в 2006 году. В данный момент работает охранником в ночном клубе, но там вы уже двое суток не видели. Из близких родственников только брат. Младший брат. Егор Данилин. 1992 года рождения. У брата искали? Брат погиб полгода назад. Хулиганское нападение. Скончался от травм в больнице. Нападавших так и не нашли. То есть, наш борец спустя полгода решил отомстить за брата? Наверное. Вот интересная информация. Егор Данилин с девяти лет участвовал в математических олимпиадах. Многократный их призер, участник международных конференций. Был зачислен без вступительных экзаменов на факультет теоретической математики сразу в несколько вузов. Причем как в России, так и за границей. Старший получился сильным, а младший получился умным. Это семейная диверсификация. Так точно. Так, свободно. Пока. Так точно. Даже выговорить не смог. Вторая жертва Данилина – убитый Пермикин Николай Николаевич, 72-го года рождения. Закончил МФТИ, несколько лет работал программистом, после этого открыл небольшой компьютерный магазин техники. Женат дважды. Ребенок от первого брака остался у жены, регулярно его навещает. Навещал. Алименты платил исправно. И тот ему всего этого показалось мало, и он избивает до полсмерти какого-то мальчишку. Более того, снял на видео и выложил в интернет. Бред какой-то, да, Виктор Иванович? А, неожиданно приятно. Снято так, что под капюшоном ничего не разберешь. Да, Фрейд, кстати, об этом тоже говорил. Кстати, а где Фрейд? Здравствуйте. Здравствуйте. Что это с вами? Пообщался с вашим постояльцем. Вы его поймали? Нет пока. Но поймаю обязательно. Потому что он вас ударил? Ну, да. А я, знаете, терпеть не могу, когда мне кто-то внешность портит. Угостите чайком? Да, конечно. Проходите. Проходите. О, а вот и новое видео. Ну, что? Гениальность плюс интуиция? Пусти компьютер. Включен. Включен. Опять труп, что ли? Олег, звоню дежурному по городу. Угу. Ну, туда давай чайком дарю. Нервный у вас какой-то он, Славка. Разбушевался. Неужели вся эта виндетта из-за его брата? Вы не представляете, как он его любил. Всю жизнь его тянул. Слава даже из порта ушел, чтобы Егора выучить. Ну, зато ему прошлые спортивные науки как сейчас пригодились на поприще Мстителя. А что вы понимаете? Слава до последнего к следователям ходил. Сам свидетелей искал. Не хотят ваши коллеги простых людей от преступников защищать. А я погляжу, умеете вы сопереживать чужому горю. Вы очень близко к сердцу принимаете чужую беду. Чужую беду? Слава мне не чужой. Я его с десяти лет знаю. Я учительница его в детском доме была. И Егора, конечно. Вижу, гостей вы продолжаете в доме принимать. Вас же принимаю? Нет, я вот об этом. Подруга заходила. Возьмите. Что это? Мась. Раны быстрее заживут. Детям всегда помогала. Спасибо за мась. Спасибо за чай. Если ваш Слава появится, то передайте ему, чтобы он позвонил. Куда? Прокуратуру. И подруге поклон до земли передавайте. Виктор Иванович, а у них имя-то есть? Угу. Одна суша, вторая сашими. Что, кидаш-то? Так, звонил Фрейд. Он считает, что ни Пермикин, ни последняя жертва Терентьев, сами никого не избивали. Их подставили. И вот Виктор Иванович проверит это. Да, Виктор Иванович? Можешь начать с Терентьева. А мы что, теперь работаем по догадкам картежников-психологов? Ну, во-первых, это только версия. Во-вторых, никем не опровергнутая. А в-третьих, это приказ. Значит, работаем. Ну, а кто против? Никто не против. Людочка, сядь, пожалуйста, за свое рабочее место. Анна Николаевна. Так, Олег. Узнай мне, пожалуйста, что объединяет этих двух убитых. Фрейд считает, ну, что это не насильно случайными прохожими. Тут явно что-то другое. А мне что делать? А тебе искать Фрейда. Я чувствую, он готовит нам какой-то сюрприз. Снова. С вашей заботой они не доживут до аквариума. Луда, задание искать Фрейда отменяется. Сюрпризов, кажется, не будет. И что ты здесь делаешь? Я тоже себе тысячу раз задавал этот вопрос. Поэтому, Надя, же… Что это за кое? Прошу уволить меня по собственному желанию? Это что за бред? Абсолютный. Но там стоит моя подпись, осталось поставить твою и дату. Сюрпризы продолжаются. И что будет, если я подпишу? Самому интересно. Кидаюсь я, как в омут с головой. Ставлю третий баррель. А вербет, так сказать, на ривере. Обычные опытные игроки этого не делают, кроме крайней необходимости. А если у соперника нац? Я нашла. Две последние жертвы учились в МФТИ. И что это значит? Пока не знаю. Тогда поезжай туда. Есть. А ты куда? Как всегда, на самый опасный участок. Как будто не расставались. Так я на минутку. Хотел лично поблагодарить вас за мазь. Не зря вы на детях экспериментировали. Отлично заживает. Я очень рада. Кстати, о детях. Какой вы предмет преподавали детдомовцам? Я запамятовал. А я вам и не говорила о каком. Так вот самое время сказать. Я уверен, что наверняка с вашей добросердечностью вы несли им доброе, вечное, разумное в рамках какого предмета? Математика, физика, химия. Я почему-то так и думал. Да, это Пермикина Терентьева. Помню их, конечно. Но поверить в это, просто мозг отказывается. Они когда учились, всегда активными были. Во всех мероприятиях первые. На вечера встреч приходили. Все радовались их успехом. И то, что уже до сих пор. Как же вы нас называли эту троицу? Сейчас вспомню. Троицу? Да, да. Это какой-то просто страшный сон. Я ничего не понимаю. Какой-то кошмар, из которого хочется быстрее проснуться. Мне уже давно ничего не снится. Я, знаете, на самом деле у меня просто работа такая, что я один вопрос задам и все, и пойду. А в сети видео выложили. Там мужчина избивает молодого парнишку. И в этих, как его, комментариях люди пишут, что это ваш муж избивает. Гражданин Пермикин. О чем вы вообще говорите? О чем вы говорите? Какие комментарии? Какое видео? Это что, ваши полицейские штучки? Он ни разу в жизни, ни разу в жизни ни на кого руку не поднял. Он детей наказывать запрещал. Ну, да. Ну, это, конечно, вот это видео, эти комментарии. Все, я ушел. Сколько страсти. Смотри, ногти не сломай. Я выяснила, что двое убитых дружили не только между собой. Был еще один друг, Дмитрий Скачков, из того же института. И он еще жив? Жив. Не по-товарищески. Я не нашла его пока. А с кем ты так агрессивно переписываешься? Только не говори мне, что ты протокол печатаешь. Мне пишут какой-то маньяк. О как! Но с другой стороны, если бы я голым в журнал сфотографировался, то за несколько месяцев, сто процентов, я бы уже привык, что мне маньячки пишут. А ты все сердишься? Я почти привыкла. Но это стала писать моей маме. Маме это плохо. Ладно, пока у меня не кончился перерыв, пиши телефон. Какой телефон? Пиши, пригодится. Это Степа. Вообще он предпочитает, чтобы его в бытовой жизни назвали Эдуард. Но я его зову Стив. И кто такой этот Стив? Хакер. Сидит непонятно где, взламывает все, что взламывается. В прошлом году ФБР взломал в третий раз, они его ищут уже лет пять. Найти не могут. Своим маньяком он за две минуты справится. Спасибо тебе большое, а. Не за что. Ай, скачков, скачков. Семьи у него нет. Друзей близких теперь тоже нет. Дома никого. Соседи ничего не знают. А на работе? Он руководитель крупной компании. Ни перед кем не отчитывается. Когда будет, неизвестно. А как появятся, позвонят. О, как нам повезло. У нас неизвестная нац три ботпотя. Это ты сейчас про покер свой? Ром, или же про жизнь нашу? Ром. Нет никакой разницы, Виктор Иванович, сам знаешь. И еще одно. Мы с тобой обязательно победим и сорвем еще неплохой куш. Ведь скачкова кто-то ищет, найти не может. Если он жив, конечно. О, агент наш появился. Стив? Слушай, поблагодари его от меня, а. Он моего маньяка вычислил за десять минут. Представляешь, он просто волшебник. Он бездельник. Он не смог толком просмотреть видеозаписи с камеры наружного наблюдения в городе Риге. Хотя, казалось бы, я не знаю, во что будет одет пассажир. А, через пять-шесть часов в Москву на поезде приедет ваш потенциальный труп скачков. Надо его аккуратненько встретить, учитывая то, что не мы одни его ищем. Фрейд и сторожи. А? Присаживайся. Ну, так каким оказался твой маньяк? Некто Евгений Михайлов. Приятного аппетита. Тебе того же. Солдат-срочник или это горячее сердце находится в местах не столь отдаленных? Совсем не в отдаленных. А если быть совсем конкретной, то в девятом классе лицея номер двести с чем-то. Бедная Женечка. Скажи честно, что ты с ним сделала? Ничего особенного. Просто позвонила его родителям и зачитала места, которые мне больше всего понравились. Теперь они разберутся без меня. Предлагаю отметить твое избавление от злостного хулигана. Что делать сегодня вечером? Ты к моему избавлению не имеешь никакого отношения. И меня уже пригласили. Угу. Ну, в смысле, я сегодня вечером занята. Угу. Я понял. Прости. Это фрейдовский хакер? Угу. Извини. Меня ждет Фрейд. Желаю вам хорошо провести вечером. Да, сегодня пораньше вернусь. Вызвони. А, я перезвоню. Заходи. Фрейд сказал, что он написал тебе заявление об увольнении. Да, это был способ на меня надавить. Принеси-ка его мне. Вы же не собираетесь его подписывать? Думаю, что нет. Но лучше иметь под рукой. Ну, а если мы его не узнаем? Ну, сам себя-то он, наверное, узнает. Это не вы. Не я. Если это не вы, то идите домой. Да вообще что? Очень неприятно мне на это смотреть. Не понимаю, как это. Да он тут успевает. Все то же самое. Очередной мерзавец. Лица не видно. Впереди комментарии ему. А чего комментарии? Все данные уже выложили. Аппарат звонит и выключен. Фрейд недоступен. Что мы будем делать? У тебя есть телефон этого, твоего знакомого, хакера? Как его, Стив? Стив, да. Ты позвони ему, пусть он уберет этот ролик из сети. Точно. У меня странное ощущение. Мы с тобой стоим тут, как два идиота. Не переживай, идиоты парами не передвигаются. Тогда оставляю тебя в гордом одиночестве. Что это за идиотство? Это не идиотство. Это предвидение. Какое, к черту, предвидение? Основанное на фактах. Вы головой кивать умеете? Хотите, я расскажу вам, за что убили этих людей, за что хотят убить вас? Ну, вы, наверное, и сами догадываетесь, нет? Давайте так. Пойдемте со мной. И будете мне кивать. А я буду вам рассказывать, как все произошло на самом деле. Здрасте. Все, передай его Анне. А ты? А у меня еще дела. Сейчас. А мы как поедем? Метро в двух шагах. С�анк. У донста пэша. Покорτίюс. И Фрейд, и этот хакер вне зоны доступа. К чему ты клонишь? Да ни к чему я не клонюсь. Либо Фрейд и хакер заодно, либо кто-то очень умный не хочет, чтобы Фрейд узнал о роликах раньше времени. Да, тот, кто выкладывает поддельные ролики и кого Стив не может вычислить. Вот, оказывается, к чему я клоню. Скачко? Да. У меня Фрейд сказал, что он нам сам все расскажет. Фрейд был на вокзале? Да. А сейчас он где? Ну, это же Фрейд уехал куда, ты не сказал куда. Рассказывайте. Добрый вечер. Прошу. Это все они. А конкретнее? Я вам сейчас расскажу одну историю. На пятом курсе, после дискотеки, трое пьяных подонков ломились к вам в квартиру. Она нас сама позвала. Ну, вот мы и подумали. Вы пытались сопротивляться, но безуспешно. Я был как в тумане. И они вас изнасиловали. А потом она ушла из института. Ну, и как-то все забылось. Такое нельзя забыть, а простить. Но вы решили мстить. Коля и Игоря убили. Конечно, это не вы их забили до смерти. Но вы нашли того, кого можно было к этому подтолкнуть. А зачем вы мне все это рассказываете? Я тут у вас на ходу одну книгу любопытную приметил. Вот. Преступление и наказание. Федор Михайлович Зостоевский. Нравится? Уверен, что не очень. И это к тому, что наказание бывает разное. Иной раз раскаяние страшнее наказания. Умрем мы все. А раскаются очень немногие. Вот, предположим, Скачкова убить уже не удастся. Он в прокуратуре. Я не скажу, что он раскаивается, но кается точно. Я пришла в себя через сутки. Вся в крови, в слезах. Еще бог знает в чем. Сама поехала в больницу. Ну, конечно, мне там оказали медицинскую помощь. Но я много там чего про себя наслушалась. Проститутка. Это было самое ласковое. Суровая отечественная медицинская действительность. Не хотите посочувствовать? Я вам сочувствую. По-своему. И что, через двадцать лет вы решили отомстить? Не удалось? Не совсем. Скачков-то еще жив. Ну, тогда и кается мне не в чем. Значит, вы втроем проникли в комнату… Наталья Драгилевой. Драгилевой? Да. Наталья Сергеевна? Я не знаю отчества. Олег, закончи сам. Я знаю, где Фрейд. Мне нужно предупредить… Хорошо. Ну, а теперь с самого начала и все поподробнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пять лет в себе это держала. А потом я подумала… А чего мне бояться? И вы все рассказали своей дочери? А мы с дочерью не очень близки. Она сейчас в Нью-Йорке живет. Программистом работает. Все время требовала, чтобы я рассказала, кто ее отец. Рассказала. Она у меня сильная девочка. Видно, гены одного из этих подонков сказываются. Но она поумнее будет. Так она это и придумала. А Егора Данилина не она случайно убила? Нет. Егора убили раньше. Ну, а что тут такого? Жизнь старшего брата велико разрушили ради своей мести. Я бы не удивился, если бы вы и младшего брата отправили на тот свет. Я заботилась о Славе. Да, да так заботились, что он убил сразу трех человек. Ну, и потом вы не оставили Славу. Вы спрятали его, подкармливали. Не поверили в подругу. Я вас умоляю, но кто встречает подруг чаем и бутербродами с докторской колбасой? Понимаю, вам было необходимо время от времени расстравливать душу своего ученика. Чтобы у него руки не дрожали, когда он будет убивать ваших насильников. Арестуете меня? За что? Вы же никого не убивали. Убивал Данилина. С него и спрос. Можно? Стойте! Что? Извините, мне пора. Подождите. Минуточку. Слушай, ну, нельзя же верить во все, что показывают и пишут в интернете. Стоять! Терпеть не могу, когда меня бьют по морде. Мысли путаются. Странная штука жизни. Вроде делаешь все правильно, а получается… Да. У тебя нет бумажных носовых платков? А, я уже спрашивал. Не надейся. На площадь не пойду, каяться не буду. Зачем стоять ангелов в неудобную ситуацию? День 3 КАДСКИЙ СОБИНСКИЙ 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 СИКПОЛОЙ РУП Не подождите. День 4 Не подождите. А сети не можно жить, а дальше не принадлась. День 4 Осень 4 ГУЛООН СОБИНСКИЙ СЛОБИНСКИЙ СОБИНАМИ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok